С контактной гонкой как вот все прошло, ну с одной стороны проиграли Эдуаду, с другой выиграли у Антона. Ну обидно было первым промазать, потому что я видел как у меня выстрел улетел на три часа, не проконтролировал сам, поэтому второй. Ну в принципе я рад, но я надеюсь у меня не повторится как на прошлом кубке, второй, девятый, девятый. Надеюсь уже будет что-то получше. Что случилось с вашей стрельбой в контактных гонках? Разбирали уже проблему? Да, разобрали, вот два дня сейчас, точнее день тренировались вчера, увеличили приклад мне, чтобы был больше упора. Ну посмотрим как это скажется, на стойке это не сказалось, все нормально, сегодня было лежа, в принципе я тоже готов был в ночь стрелять, но плывел быстро на три часа. В принципе по вот такой свежий снег выпал, по гонке по самой, насколько комфортно бежалось? Ну трасса тяжелая, я не знаю, может они ретраком утром проехали, я так и не понял, но вчера был минус, трасса твердая, а сегодня буквально утром, когда ночью было минус пять, трасса просто рыхлая, как непонятно что, поэтому сегодня тяжелые условия, тяжелая трасса, и конечно здесь выигрывает сильнейший, Эдик сегодня оказался сильнейший, и на трассе, и на стрельбой. Можно ли сказать, что сегодня преимущество было у спортсменов, которые стартовали в первых номерах, и у тех, кто полегче, потому что казалось, что все проваливаются по колену? Да, я думаю нет, кто в первых номерах стартовал, у них особо не было преимущества, так как на разминке еще трасса была убита полностью, и, ну, вес я не знаю, допустим, у меня короткие лыжи, у меня они будут проваливаться сильнее, чем у тех, кто длиннее лыжи, но парни, кто на длинных лыжах двигают, они тяжелее меня, ну, я не знаю, возможно это как-то влияет, возможно нет, но я проваливался тоже очень сильно, не знаю, как остальные. Вчера МОК заявил, что рассмотрит допуск российских спортсменов в нейтральном статусе, и при условии, если они не поддерживали СВО, вот как оценишь такое заявление МОК, есть ли какие-то надежды? Ну, я думаю, ну, я так понимаю, они еще не до конца решили, да? Да, они только заявили, что будут рассматривать. Ну, это уже какое-то потепление для российских и белорусских спортсменов, думаю, они в правильную сторону. Даня, ты часто вот в интервью говоришь, что сейчас на Кубке мира скорости слишком высокие, а тренеры на Барс говорят, что вот вы с Латыповым бы боролись там за медали. Почему не веришь в себя так? Думаю, нет. Там очень сильно парни бегают, это видно, и визуально, и... Блин, ну в том году мы так даже быстро не бегали, даже и в Хановском году так не бегал, как они сейчас бегают, и как он сейчас бегает. Может, на том же Снегу ты так же бегал бы? Нет. Нет? А у тебя есть понимание, почему Йоханнес такой крутой сейчас? Ну, он в том сезоне провел достаточно плохой сезон для себя. Он с первых Кубков и до Олимпиады был загружен какой-то тяжелый. Ну, то есть он не показывал такие ходы, как сейчас показывали, ты как за год до Олимпийского года показывал. Думаю, просто он прошлый год отдыхал, мне кажется, подводился только к Олимпийским играм, и поэтому в этом году он так сильно бежит после достаточно долгого такого восстановления. ну, можно так сказать, потому что он часто был дома, он перед Олимпиадой ездил домой на две недели, пока все были на сборе, он много отдыхал, и поэтому в этом году он очень сильно бежит. У тебя есть готовность соревноваться на таком уровне, ну, за счет тренировок с лыжниками и чего-то еще? Да я бы и так готов был бегать на том уровне, просто в этом году подготовка другая была, мы понимали, что нас не допустят, и мы очень сильно увеличили объем, силовые тренировки, и поэтому сейчас вот так бегаем. Но у Карима тяжелее это, потому что он мышечный, и вот из-за этого он тоже так тяжело себя чувствует на трассе. У меня мышц меньше, я легче пью на стойке нагрузки, но все равно мне тяжело тоже. Ну, не так, как ему. Кстати, а в какое состояние сейчас и год назад? Если поставить Данила Шерохвостова сегодняшнего в гонку с тем, кто был год назад, ну, сильнее. Я думал, в том году мы все-таки подводились к Олимпиаде, у нас, ну, у меня объем вырос в процентов на 20-30 от прошлогоднего, просто это достаточно много, и мне пока тяжело его переваривать, вот, но все равно я достаточно хорошо бегу по трассе, по дистанции в любом состоянии. Господа, я, Дика, извиняюсь, у нас эфир, надо прямо. Спасибо.